Рада вас приветствовать на нашем замечательном... Я думаю, у кого-то водопитие, у кого-то чай питие. Ну, в общем, у вас есть что-нибудь такое, что вы пьёте, лучше обычная вода, да? И мы сейчас с вами замечательно, интеллектуально проведём вечерок сегодняшний. Очень рада вас приветствовать. Я вообще очень люблю находиться в кругу саморазвивающихся людей. Ведь можно на самом деле включить телевизор и смотреть какие-нибудь там сериальчики. А можно получать информацию из разных источников и применять её в своей жизни для того, чтобы эта жизнь заблестела новыми гранями. Вы знаете, действительно по специальности врач-акушер-гинеколог, но мне всегда было интересно почему-то работать со здоровьем. Очень интересно работать со здоровьем, потому что, будучи ребёнком, я решила... Здравствуйте, здравствуйте. Я решила, что если сапожник занимается обувью, он очень хорошо разбирается в обуви и, скорее всего, у него самая качественная обувь. Если человек повар, то, ну, как-то вот он тоже знает ток в колбасных обрезках и всё с ним тоже в порядке. Себя-то и семью точно накормят. А я почему-то больше всего хотела быть здоровой. Думаю, ну, я буду заниматься здоровьем, и я всё-всё-всё буду про себя знать и, соответственно, помогу своим родственникам, знакомым. И вокруг меня все будут здоровы. И такой юношеский максимализм. Странно. Почему... У кого-то нет звука. Странно. Почему ещё в мире остались больные люди? Вот мне вообще никак-то непонятно, если есть медицина и так далее и тому подобное. На самом деле у нас с вами очень-очень большие перспективы, точнее, у медицины она очень много делает в плане работы с острой патологией. Ну, например, замечательно стоматологи справляются, да, хирурги замечательно справляются. А всё, что касается каких-то хронических состояний, замечали вы, что такое старость? Это когда вот у людей старость равно, значит, болезни. Причём болезни хронические, которые тянутся из года в год, вот здесь медицина как-то вот не очень, потому что это не предмет её изучения. Предмет изучения медицины – болезнь и скорая помощь, очень часто симптоматическая при болячках. А предмет нашего с вами изучения – здоровье и полноценная активная жизнь – это когда 100 лет. Поэтому на самом деле сегодня мы с вами не только белочек разберём, хотя это моя любимая тема, и я вам буду предлагать нырнуть в эту тему поглубже, безусловно, потому что это основа. Вообще ещё, помните, Энгельс говорил, что такое жизнь? По Энгельсу кто помнит? Жизнь – есть форма существования белковых тел. Поэтому мы очень-очень подробненько разберёмся по белку, у нас будет на это много времени. А сегодня я хочу дать 10 основных таблеток от старения. На самом деле человек не так сильно боится заболеваний, потому что огромное количество заболеваний мы уже каким-то образом, мы как цивилизация, научились корректировать. Но человек, особенно женщины, вот я спрашиваю, ты чего боишься? Допустим, успешная, продуктивная, барышня, которая всего в жизни добилась, она говорит, Лена, не поверишь, боюсь старости. Потому что это вещь, которую мы, как цивилизация, как общество, как-то ещё не научились корректировать. И если болезнь, ну, например, язвенная болезнь желудка, ну, чётко понятно, что сделать. Нужно побить хеликобактер пилори, нужно ранозаживляющий эффект устроить, поменять немножко рацион питания, и всё будет в порядке. То такого алгоритма по старости особенно нет. Есть, конечно, какие-то, ну, не то чтобы догадки, а теории старения. Есть теории старения. И вокруг этих теорий всё дело скачет. Но я хочу вам предложить не по теориям старения идти, а вот по прикладным абсолютно вещам. То есть молодая ткань такая, а ткань, которая постарше, вот такая. Чем они отличаются? И вот то, чем они отличаются, добавить в свою жизнь. Поэтому давайте, поехали. 10 таблеток, да, которые помогут справиться с этим нехорошим, нехорошей тенденцией. Эта тенденция просто может с вами никогда не произойти, если филигранно, качественно ухаживать за собой. Ведь нашим с вами клеточкам нет возраста. Клетки эпидермиса делятся, и раз в 14 дней – это абсолютно новый эпидермис. Клеточки печени раз в 500 дней или в 300 дней. Каждая клеточка делится. То есть, по идее, через 300 дней у вас абсолютно новая печень. Ладно, хорошо бы, если бы она стала более молодой. Поэтому нам нужно понять вот 10 основных причин, которые могут повлиять на то, что клеточка следующая будет немножечко старше, чем материнская. Вот этот нам вариант не подходит. Давайте смотреть глубже, как мы можем оболодить свой клеточный состав. Первая таблетка от старости – это борьба с ферментативной недостаточностью. Я вообще рекомендую просто даже чуть-чуть конспектировать. У вас всего будет 10 таких пунктиков, по которым, возможно, вы сейчас прям поймете, что делать. Как понять этот пункт? Давайте расскажу вам историю. Вот посмотрите, вот та девушка симпатичная, которая постарше. Вот когда ей было 25 лет, и она шла по какой-то улице на высоких каблучках с красивой сумочкой, все мужчины оглядывались ей вслед, потому что посмотрите, какая она красивая женщина. Невероятно красивая женщина. Она встретила своего избранника, родила дочечку. И вот через 25 лет она с своей 25-летней дочкой, посмотрите на нее внимательно, какая красивая девушка, идут вдвоем по этой же самой улице на высоких каблуках и с сумочками красивыми. Вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вопрос на засыпку. Даже не знаю, как вы будете на него отвечать. На кого смотрят мужчины? Вы понимаете иронию, да? Вот. Ну, на молодую. Ну да, на самом деле на дочку. Потому что природа так устроена, что молодой организм дает более здоровое потомство. И фактически вот эти процессы изнашивания, они запускаются с разных установок в отношении наших тел, скорее всего, с одной единственной целью. Мужчины должны смотреть на молодых, потому что от них более здоровое потомство. Конечно, мужчинам было бы интереснее пообщаться с 50-летней барышней, потому что у нее опыт жизненный, у нее свой взгляд на мир, у нее, ну, вообще, есть о чем поговорить на разные темы, да? Но, тем не менее, природа биология берет свое. Поэтому, если мы с вами сейчас поймем, что такое сделать, чтобы клеточки себя чувствовали очень-очень хорошо, то, соответственно, мы играем в свои ворота, а не в ворота природы. Так вот, эти обе барышни живут в одной и той же квартире. И они питаются из одной и той же кастрюли и сковородки. Но почему-то младшая расцветает на этом питании, а старшая, извините, увядает. Скажите мне, пожалуйста, в чем причина? Питание одинаковое. Я сейчас намекаю на фермент. Как вы думаете, в чем причина может быть? Знаете, организм легче понимают инженеры, как ни странно, да. А вот инженер точно понимает, ну, смотри, давай так, метаболизм разный, вот. Это как бы обтекаемый такой термин, метаболизм разный, обмен веществ, скорость точно, вот эмилия, скорость разная. Снижение усвояемости точно, разные потребности возраста. Да, ну, то есть, смотрите, если молодая барышня в 25 лет, когда у нее пик ферментативной активности, съела вот такую отбивную, ну, сколько, 100 грамм. Она, у нее столько ферментов, которые расщепили эту отбивную на мелкие запчасти, которые называются аминокислоты. Аминокислоты, растворимые в крови, они зашли в кровь, и барышня себя полностью простроила. Знаете, есть различные этапы строительства, есть на фундаменте, да, строительство замолкает, есть выстроили стены, но нет крыши, есть уже с крыши, есть внутренняя отделка и даже полностью смеблированные комнаты, да. Так вот, молодая барышня имеет столько строительного материала в крови, что она все каждый день отстраивает. Строительство у нее всегда завершено. Почему так? Что такое ферменты? Ферменты – это катализаторы. Вот одно вещество, вот другое вещество. Мне из этих двух веществ нужно получить третье вещество, которое очень-очень ценно в организме. Но в организме вот в каждую секунду времени у нас протекает бешеное количество биохимических реакций, невероятное. Это может быть, ну, как бы миллионы. Мы состоим из большого количества клеток, и в каждой клетке в данный момент времени в митохондрии одна биохимическая реакция, в липосоме другая биохимическая реакция. То есть, ну, как бы вот это целая вселенная, то есть это мириады биохимических реакций. Так вот, представьте себе, как вообще все это дело будет протекать, если всего хватает. И как это будет протекать, если вещество А есть, вещество Б есть, а вещество С нужно образовать в результате биохимической реакции. В организме невозможно повысить температуру, как на уроках химии, да, поэтому в организме всегда используются катализаторы. Катализаторы – это очень сложное соединение, это белковые соединения с включением витаминов, макро-микроэлементов, но в целом очень много ферментов, вот катализаторы биохимических реакций. Если фермента не хватило, смотрите, как мы себя наказываем дважды. Первый раз вещество А и Б накапливаются в клетке, представьте, это первый раз мы себя наказываем. Они не нужны клетке, они нужны как строительный материал для вот этого ценного третьего. Получается, они накапливаются в клетке. Болезни накопления, ну, вот, соответственно, внутриклеточное пространство становится не чистым, а замусорным. Вот, это первый вариант наказания, а второй вариант – вещество С, которое очень ценно, не образуется. Поэтому люди, которые имеют ферментативную недостаточность, наказывают себя дважды. Так что ж такое с ферментативной недостаточностью? Оказывается, в 25 лет мы самые красивые из того, что можно придумать, потому что вот ферменты работают внутриклеточные на 100%. С каждым годом старше 25 происходит подсадка ферментативной активности где-то на 1%. Вот и посчитайте, пожалуйста, сколько вам лет после 25 на столько процентов снижается активность внутриклеточных ферментов, пищеварительных ферментов и всех остальных ферментов. Но давайте посчитаем. Поехали? Итак, ваш возраст минус 25, то есть сколько вы лет прожили после 25-летия? Боже, мне тоже надо посчитать. Ага, 20%. Вот, НАТО поняла. Ваш возраст минус 25 на столько процентов снизилась ферментативная активность. То есть, НАТО, смотрите, НАТО посчитала. Когда вы съедаете 100 грамм отбивного, то в принципе из 80%, да, вот мне тоже примерно там же, 80% четко усваиваете и из 80% себя достраиваете, да. А 20% в 20% не хватило ферментиков. Вот, 57%, понимаете? Ну, как бы, хорошо, Боже. Наташа, да, Наташа? Это сколько вам лет? Все правильно вы посчитали? Сколько вам лет? Ну, представляете, да, ситуацию? Как можно оставаться молодой, привлекательной, красивой? 50 лет? Ага. Да, вот смотрите, давайте на ММС порепетируем. 50 лет, девушки, да, минус 25. Значит, 25 лет она прожила, 25 лет прожила сверх своего 25-летия. Минус 25% ферментативной активности. Вот так вот, вот так. Значит, бывают более жесткие случаи, когда у человека давнее хроническое заболевание. Тогда ферментативная активность может снижаться даже не на 1% в год, а на 2% в год. И вот представьте, мириады клеток с определенным дефицитом этих ферментов и как вообще им жить. Поэтому здесь вариантов два. Первый вариант. Мы сегодня рассчитаем суточную дозу белка, вот, потому что нужен строительный материал для того, чтобы каждая клеточка каждый день получила свою валюту. Что такое валюта? Мы с вами понимаем рубли, доллары, евро, вот это мы с вами понимаем. Клетки, ну, это не предложишь, не засунешь в нее. Клетка понимает другую валюту. Она понимает, сколько ты мне дала аминокислот, чтобы я себя достроила на 100%. Сколько ты мне дала воды, потому что это среда, в которых протекают все биохимические реакции. И сколько ты мне дала других катализаторов, потому что витамины, макро, микроэлементы тоже валюта. Вот это она понимает. И вы можете говорить своему телу, и так и надо говорить, примерно такую фразу. Каждый себе, Лена, ты такая обаятельная, ты такая привлекательная, ты такая сногсшибательная. Ты выходишь, и мужчина сразу смотрит только на тебя. Ну и, короче, вы можете себе придумывать все это дело. Это все работает, но, извините, ваши клетки понимают язык этой валюты. Ферментативная недостаточность. Это то, что делает из молодой, пышущей здоровья и молодости ткани, делает, ну, такую подгулявшую, немножечко уставшую. Потому что клетки не достраиваются, потому что биохимические реакции зависают. Кому интересно работать на компьютере, который вечно зависает? Ну, как бы это немножечко раздражает, да? Вот, собственно говоря, вот эти вот зависающие компьютеры нужно срочно переводить в другой, более ресурсный режим. Да, спасибо, Александр. Боже, я еще и на комплимент напросилась. Ферментативная недостаточность с точки зрения пищеварительных ферментов. Вот мы посчитали, девушки, да, вот, например, Галина, 21% снижение ферментативной активности. А если это насчет пищеварительных ферментов? Помните, говорила, 80% отбивной расщепили, да? А скажите, пожалуйста, а вот эти оставшиеся 20-21%, что с ними? Что с ними будет? Скажите мне, пожалуйста. Вот они по ходу желудочно-кишечного тракта кого-то забрали на строительство, а кого-то не успели, не хватило ферментов. О, нато, гниют. Потому что белок, если его поместить в среду без света, без кислорода, при температуре 38 градусов Цельсия, ну, извините, у него просто другого варианта нет. Он будет гнить. Вот, гнилостные токсины, самые жестокие токсины, которые только можно придумать. Я надеюсь, вы это знаете. Тут даже подойти, понюхать неприятно, да? А это все может быть в организме кишечника. Поэтому, на самом деле, природа очень хитро придумала. Есть животные, которые кушают только растительность растительноядные, есть плотоядные животные. Так вот, кишечник у плотоядных очень короткий. У тигра, например, всего лишь полтора метра. Если он перекушенькал мясо, то, соответственно, что делать? Это быстро элиминируется. Быстро на выход, чтобы не было самоотравления. Ну, не лучшая ситуация происходит, если не хватает ферментов для переваривания, к примеру, углеводов. Ну, как делается вино? Помните, как делается вино? Идет бродильный процесс, выделяется бешеное количество газов. Ну, вот это постоянная революция в животе. Как вы вообще сейчас себя чувствуете? Сейчас все едят дыню. Кто любит дыню? Сейчас все едят виноград. Кто любит виноград? И сейчас все едят арбузы. Сейчас это, ну, август, слушайте, конечно, сезонные фрукты. И это очень полезно, нужно кушать. А кто ест и бурчит? Есть у нас такие? Кто ест и в животе вечно какое-то бурчание? Есть такое дело или нет? Или только у меня? Персики, туда же надо. Там столько фруктозы, столько глюкозы, что дай бог вот это вот все дело каким-то образом запереварить. Если у вас в животе бурчание, революция, то, скорее всего, это вот проявление ферментативной недостаточности. Мы очень подробно поговорим. Да, о ферментативной недостаточности бывает. Это, знаете, я давно и прочно занимаюсь этими вещами, как с помощью обычных продуктов питания нормализовать процессы пищеварения. Ну, вообще многие процессы. Так вот, мы с одной барышней пошли на систему очищения организма. Я использую травы разные для того, чтобы качественно провести систему очищения организма. А она мне говорит, Лена, Лен, вот что-то вот вообще. Вот только зашла на систему очищения организма, сразу начинается бурчание, бурление и так далее. Вот, даже не знаю, прям вот, наверное, так на меня работает система очищения организма. Но, а я же понимаю, это август, я говорю, Светочка, а скажите, что вы сейчас кушаете? Может быть, яблочки? Это как раз был сентябрь, вот как раз яблочный сезон. Да, говорит, шарлотка у меня каждый день. Так вот, эта шарлотка бурчит, вот, и бродит. То есть, на самом деле, не обязательно иметь 50-60 лет возраста, чтобы почувствовать на себе ферментативные признаки, ферментативной недостаточности. То есть, это очень серьезная тема, и мы очень серьезно будем над ней работать. Потому что наша задача будет за месяц, это небольшой промежуток времени, хорошо улучшить системы до переваривания пищи, чтобы ваш организм простраивался. Таблетка номер 2. Или, ну, таблетка вот неправильная, я скажу так. Идея номер 2 по сохранению товарного вида. Дело в том, что, когда я говорю слово гормон, вы, наверное, сразу, ну, я, например, у нас всегда ассоциативно все идет, я сразу представляю женские половые гормоны. Ну, их представить невозможно, но что-то у меня там в мозгах шевелится. Так вот, на самом деле, большое, большее число гормонов, они белковые. А теперь представьте, гормоны – это дирижеры. То есть, небольшое где-то отклонение нарушения – больше гормонов. Еще где-то небольшое – небольшое. Вот, вот еще больше гормона, да. Или тут меньше гормона нужно сделать. То есть, наша гормональная система способна регулировать все функции нашего организма через очень тоненькие настройки. Чуть больше миллиграмм гормона, чуть меньше миллиграмм. И девочка либо красивая, либо не очень. А в основном все гормоны – белки. И паращитовидные, щитовидные, инсулин и так далее. Но есть гормоны стероидные. Так вот, наши женские и мужские половые гормоны – это просто исключение на самом деле. Это из правила. Стероидные гормоны делаются из жиров. Это жировые гормоны. Ну, еще есть гормоны надпочечников, благодаря которым мы реагируем на стресс. Мы реагируем на стресс. Соответственно, тоже очень важно, чтобы они нормальным образом вырабатывались. Соответственно, по гормональной недостаточности женской, тут такое дело. Вы можете ничего не ждать. Когда вы регистрировались на сегодняшнее мероприятие, вам предлагались подарки различных спикеров. Так вот, у меня есть специальный подарок, собственно, для тех людей, которые вдруг по каким-то причинам не попадают на большое мероприятие. Сегодня я буду приглашать вас на это большое мероприятие. Вы можете взять этот подарок и уже начать работать над гормональной недостаточностью. Сразу скажу, где-то она стартует с 35 лет. Особенно прогестероновая недостаточность. И травками можно на самом деле с этим работать. Вот. Но для всех еще, что я могу сказать. Менструальный цикл с женщиной – это очень важно. Именно женские половые гормоны делают возможным образование коллагена молодого типа. Именно подарки есть у организаторов. И когда вы заходили в комнату, вам предлагали нажать на кнопочку, чтобы зарегистрироваться. И там все вот эти подарочки. Нет, смотрите, я с эстрогенами стараюсь не работать. Вообще, я не работаю с гормонами. Я просто с помощью травок создаю благоприятные условия для того, чтобы кальций остался в костях, для того, чтобы давление осталось в норме, потому что не секрет, с периодами на паузу растет артериальное давление. Для того, чтобы образовался коллаген молодого типа и для того, чтобы легче было контролировать массу тела. Это, ну, как минимум, да, и еще женское настроение. Как минимум, вот эти 4-5 признаков – это признаки, которые очень сильно связаны с уровнем женских половых гормонов. Там есть подробная статья на эту тему, и вы можете просто с ней ознакомиться. Из чего же делаются женские половые гормоны? А вы, ну, надеюсь, сейчас уже знаете, холестерин выходит… Раньше мы думали, что это однозначно враг, а сейчас мы понимаем, что холестерин – это вещь критичная для жизни. Из холестерина, посмотрите-ка, образуется прегненолон, это тоже гормон, а из которого прогестерон – это гормон второй фазы цикла, из которого образуются тестостерон и эстрадиол. Тестостерон – промежуточная такая вещь в организме женщины, но тестостерон есть и в женском организме. Мужчины – точно такой же путь – холестерин, прегненолон, прогестерон и тестостерон. Поэтому, уважаемые дамы и господа, кто полностью выбросил из своего питания чего-нибудь такого жиросодержащего, если вы не даете снаружи, то организм исхитрится, вымудрится, но сделает холестерин в печени, и тогда будет делать наши замечательные прогестероны, эстрадиолы и тестостероны, а также стрессовые гормоны, противовоспалительные гормоны, кортикостероны, кортизолы. Из чего? Из внутреннего холестерина. Если высокий холестерин – это совершенно другая тема. Мы обязательно с вами обсудим. Сегодня не первая и не последняя встреча. Просто, вы знаете, как-то настолько много материала накопилось, и если раньше я, допустим, тему белок давала за 2 часа, теперь я не могу ее дать за 2 часа. Мне теперь для этого нужно больше. Поэтому мы решили с организаторами, что эта тема будет дана целый месяц, мы будем работать по белку, потом мы это все дело закончим, и потом мы перейдем к другим темам, в том числе очень подробно будем разбираться с холестерином. Ну, я так понимаю, не волнуйтесь, девушки. Вот, может, я что-то напутала по подаркам, но я так думаю, что ничего не напутала, и все есть у организаторов. Вот, видите, все есть, просто вот оно практически моментально. Хорошо, хорошо. Поехали дальше. Значит, смотрите еще, какая интересная вещь, потому что гормоны реально играют очень большое значение в молодости организма. У нас в башке, в области турецкого седла, это, знаете, такое местечко, такое заветное местечко. Туда попробую добраться. Сидит гипофиз. Это такая железа внутренней секреции, он маленький, как горошинка, вообще, как горошинка. А над ним еще есть структура, которая называется гипоталамус. В общем, в мозгах их даже найти сложно, но они на самом деле дирижируют всеми другими органами внутренней секреции. И женскими, мужскими, половыми, и щитовидной железой, и так далее. Очень тонко реагируют на любые изменения. Но вот, знаете, какая проблема? С возрастом происходит ухудшение кровоснабжения в этой зоне. Я сегодня еще буду говорить об осанке, которая крадет молодость. Но вот все вместе приводит к тому, что происходит ухудшение кровоснабжения этой зоны. И вы знаете, как бы грустно, грустно. Вроде бы уже и питаешь себя, да? А кровоток низкий, соответственно, происходит сбивка, сшибка в количестве вот этих разрешающих гормонов. И, наверное, вот у кого такая ситуация? С возрастом происходит снижение функций щитовидной железы. Есть такая ситуация? Это очень характерно для взрослеющего организма. Поэтому, если мы с вами умудримся что-то такое сделать, чтобы улучшить кровоснабжение гипофиза гипоталамуса, они начнут делать достаточно достойное количество релизинг гормонов, то есть разрешающих гормонов. И это поможет нам восстановить функцию и щитовидной железы, и немножечко подпушить яичники, чтобы они работали на уровне более молодого организма. Ну, вы знаете, у меня есть подсказка на эту тему. Честно говоря, я вообще больна на тему сохранения молодости, здоровья, красоты. Особенно молодости. Вот что-то вообще, ну как бы мне кажется, ну нет старости. Я уже с этой стороны посмотрела. Нет старости, есть там белковая недостаточность. С этой стороны посмотрела. Да нет старости, есть недостаток воды в организме. Уже снизу подвернула под проблему. Нет, ну это тоже не старость. Это просто вот ферментативная недостаточность. Вот в общем, с какой стороны не кручу проблему, везде вижу, что старости нет, есть неухоженность, ну по какой-то зоне, по какой-то сфере. Ведь нас же чему учат? Бухгалтеров все знают по бухгалтерии. а менеджеры знают, как составить какой шаблон, какой разговор, а учителя вообще все знают. Ну, каждый по своей специальности. Но никто никого не учит, как сохранять молодость. Так это, по-моему, самое главное. Как сохранять человеку свое человеческое здоровье? Вот это надо преподавать в университетах. Собственно говоря, когда мы выходим из университета, мы на самом деле не готовы к этой жизни. Как быть успешным в этой жизни надо преподавать в университете? А не высшую математику и все, понимаете? Ну, это мое глубокое убеждение. Так вот, я сидела в интернете и выискивала различные методики, как же так, чтобы в 60 выглядеть на 30. Я там увидела девочку. Ну, действительно, девочка такая молоденькая. И она говорила о проблеме нарушения кровоснабжения гипоталамуса. И что она предложила? Вот вы сидите, сидите. Только нужно заметить время. Вот. И начинайте меленько в стороны. Вот таким вот образом, такими колебательными движениями. Не размашистыми никакими. А вот такими очень меленькими движениями. Вот просто потряхивать фактически структуры головного мозга. Наш головной мозг плавает в цереброспинальной жидкости. И вот это вот дело способствует улучшению капиллярного кровотока везде. И в коре больших полушарий головного мозга, и в гипоталамусе. Это неизбирательно. Это улучшается кровоснабжение везде. Очень меленький, очень меленький. В общем, я выдержала только минуту. Я сильно старалась. У меня все поплыло, поползло, вертолетики начались и так далее. Поэтому я перепридумала. Я вам сейчас буду говорить, как важно работать телом. Потому что если телом не пользоваться, оно атрофируется. Так вот, что я придумала. Эта девушка предлагала в сагитальной или фронтальной плоскости. То есть вот так вот шевелиться. А я стала шевелиться вот так, вверх-вниз. Как? Я просто стала бегать. Я не предлагаю всем бегать. Вы можете просто быстро ходить. Но вот эти движения, когда человек ходит, все равно происходит смещение структур головного мозга в этой цереброспинальной жидкости вертикально. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот когда бегаешь, это абсолютно четко ощущается. И понимаете, в чем дело? Если человек проснулся, выпил кофе, взял в руки мышку или просто пальцем и вообще не движется, то и здесь ничего не движется. Понятно, что головной мозг очень хорошо кровоснабжен. Но вот ему еще нужно дополнительное движение снаружи. Ну, Луна, смотрите, у нас с вами сейчас противопоказание. Если, конечно, у вас, ну, не у вас, у кого-то инсульт, то так делать не надо. Так, они лучше выглядят. И вообще, они вообще молодцы. Понимаете? Поэтому тут такой, да, прыжки на скакалке, Оля. Ну, как бы, да, очень хорошая протрясочка. Поэтому уже все хорошо. Да, вот такие. Это подсказка, девушки. Просто поймите, об этом особо никто не говорит. И я, честно говоря, особо не встречала. Но я понимаю, что здесь есть правда. Кровоснабжение гипофиза, гипоталамуса. Третья идея для молодости. Пишите. Это внутриклеточная вода. Вода может быть внеклеточной, отечной, старой, вонючей, застойной. Ну, это так называемые озера лимфы. В них живут разные микробы, лягушки-квакушки, вот, и лохнесские чудовища. А вот, а нам нужно сделать так, чтобы водичка не покидала саму клеточку. Потому что, когда водичка в клеточке, клетка в воде проводит все свои биохимические реакции. Причем очень быстро и качественно их проводит. Вот смотрите, мы поймем, как ферменты раскочегарить, да. Еще, допустим, сделаем вот клеточку такой качественной водичкой наполненной. Именно поэтому я пока сижу, разглагольствую, что-то там себе попиваю. Молодая клетка – это спелая слива. Кусочек отгрызли, потекло по локтям. А клеточка, которая постарше, это чернослив. И если такой чернослив в голове, в коре, то это называют синдром Альцгеймера. А если такой чернослив на коже, на себе нельзя показывать, то люди стремятся быстренько пойти куда-то к мезотерапевту или, не дай бог, на операцию. А на самом деле собака совсем в другом зарыта, понимаете. Сколько по времени делать горизонтальное потряхивание головой? Три минуты она советует. Но вы начните с минутки и попробуйте на себе. Так вот, по поводу внутриклеточной воды. Есть мнение «за», есть мнение «против». У нас будет с вами отдельная встреча на тему воды. Я вам просто обещаю, что я вам так дам информацию, что у вас уже не будет никаких сомнений. Потому что все, что я вижу, старое, например, кожа старая, это кожа, в которой клетки потеряли свой тургор, а не черносливы. А мышцы старые, это мышцы, которые потеряли свою мышечную массу. Мышца – это белок, вода, ну и там еще есть, например, магний, как важный макроэлемент. Когда я вижу кость, которая просела, то я точно знаю, что из этой косточки ушла водичка. В молодости там 22% воды, а потом меньше. В мышечной ткани 75% воды, а потом меньше. Вы это можете на собственном опыте подтвердить. Пойдите на базар и купите молодого цыпленка. И тут же купите старую курицу. Ну, вот такие честные курицы, которые все-таки видели солнышко, да? И начинайте их варить. И какое вам мясо больше понравится? Мясо молодой курочки, как оно будет мягкое, не мягкое. И мясо старой курицы. Сколько вы его будете жевать? Вот точно такие же процессы происходят в наших с вами телах. Поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, я иногда стесняюсь повторять информацию, мне кажется, знает ее весь мир. А потом начинаю общаться с людьми, говорит, нет, на самом деле как-то для меня это новость. Так вот, давайте посчитаем, сколько нужно водички, лично вам, для того, чтобы ваша водичка, внутриклеточная водичка, накапливалась, чтобы клетка не теряла водичку. И чтобы чернослив не присутствовал ни в одном органе вашего тела. Готовы? Может быть, кто-то знает, сколько водички-то надо выпивать в сутки. Мы будем считать на килограмм массы тела. Как наполнить водой тело, Ольга? Очень классный вопрос. Через капельницу нет. Вроде бы, ну знаете, вроде бы как бы быстрый вариант, да. На самом деле, все глобальные вещи, серьезные вещи делаются через наше с вами осознание. Смотрите, один килограмм нашего мясика, точно, требует всего лишь 30 миллилитров водички. Это совсем немного, совсем чуть-чуть, да. Ну, вообще чепуха, честно говоря. А если посчитать на всю нашу массу тела, то это будет ваш вес умножить на 0,03 равно сколько в литрах. Поехали, давайте считать. Для себя, для себя считайте. И сразу в чат. И можете сразу написать, выпиваю, не выпиваю, полтора литра. Ой, Марина, маленькая масса тела, вам хорошо. О, полтора литра выпивать, ну, можно, да, полтора литра. 8 стаканов или 30 миллилитров. 8 стаканов, это надо для себя понять, сколько стаканов и каких стаканов. Стаканы бывают 300, 200 миллилитровые. Рюмочки бывают, да. Да, выпиваю 3 литра, отлично. Полтора литра, 2 литра. Видите, вот когда считаешь на каждый килограмм, на общий вес, то получаются довольно приличные цифры и довольно приличные суммы. Помните, что каждая наша клеточка хочет быть ухоженной, чтобы там все хорошо происходило, ей нужна эта водичка. Представьте себе, что клетка, это барышня, которая живет в однокомнатной квартире студии. И вот ей надо утречком проснуться, пойти душ принять, в туалет сходить, выпить стакан воды натощак, вот, с лимончиком, к примеру, да. Вот, потом кофеек себе заварить, потом, ну, как бы, пастирушку сделать. То есть она чистюля, ваша клеточка. Ее задача, ее жизненная крета, чтобы внутри было все чисто и простроено, понимаете. И если хозяйка посадила ее, вот, воду дает только с пяти до семи, и то там по капелькам, конечно, она будет потихонечку превращаться в запущенное. Эта квартира будет запущенная, будет грязь, и клетка будет недокормленная. Да, вот, ну, я тоже думаю, что это классная метафора. Я вот всегда сама так думаю, так, что там мои подопечные, что там мои клеточки. Пью-пью, анекдот, анекдот, не к вам, Марина, не к вам, просто анекдот вспомнила. Короче говоря, идет лось по лесу, нашел место, как спуститься к водопою, и начинает пить. Но до этого он что-то долго бежал от охотника, и вот что-то ему вот прям плохо было. И, наконец-то, он добрался к этой воде и начинает пить, жадно пить, пить. А охотник его все-таки выследил, тух, ему в бочину. Лось как-то не заметил, потому что занят был водопоем. Пьет и пьет, оно выливается. Странно, все пью и пью, а мне все плохо и плохо. Вот, на самом деле, искусство распаивания, это искусство распаивания. Давайте я сейчас не буду об этом говорить, о том, что из бутылок, обо всем, обо всем об этом поговорим. Но не сейчас, потому что у нас всего третья с вами идея по омоложению, да. Вот, а я уже, знаете, сколько болтают? Целых, целых 48 минут. Чай не в счет. Чай не в счет, потому что там есть кофеин. А вода фрукт, во фруктах, это структурированная вода. Но отдельно мы поговорим о самих фруктах, потому что есть девчонки, которые, знаете, жалуются на объемы. Вот как-то вот вроде бы по телу все хорошо, по здоровью все хорошо, но объемы все больше и больше с каждым годом. Поэтому даже с фруктами иногда стоит разбираться. Но это уже тоже отдельная тема. Давайте сегодня вот в нашем русле пойдем. Пью-пью, что-то не помогает. Значит, смотрите, Марина, пейте буквально маленькими глоточками. Если вы выпили до 70 мл за один присест, эта вода точно усвоится. Потому что ее не запилингуют почки, как что-то лишний объем, дополнительный объем в кровеносной системе. Нет, не запилингуют. Это слишком маленький объем, не почувствуют. И тогда эта водичка пойдет в клеточку, а не на выход в унитаз. Ну, вот такая подсказка. Хорошо, следующее. Передозировка углеводов. Значит, посмотрите. Я сейчас вас буду мотивировать. На верхней картинке, на верхнем четырехугольничке. Это коллаген второго типа. Физиологически активный коллаген. Тот коллаген, который создает нам тургор кожи. Который, вот знаете, смотришь на молодую девушку. Персик. Просто персик. Этот коллаген, 70 миллилитров, через какой промежуток, так, чтобы это успело покинуть желудок, по крайней мере. Я пью через каждые 15 минут, если вы заметили, по чуть-чуть. Один-два глоточка, ну, может быть, три. Через каждые 15 минут. И вы знаете, не бегаю в туалет. То есть, вам нужно такой режим себе питьевой устроить, что вы пьете, но в туалет не бегаете. Это значит, что водичка усваивается. По отекам, кто сейчас захочет меня спросить по отекам, на курсе по разбору полетов по белку, мы обязательно с вами это дело прорешаем. Вы поймете, какой причинный у вас отеки и как с этим справиться. Итак, да, а вот утром натощак можно сразу вдарить, да, сразу выпить водички, потому что всю ночь мы обезвоживались, мы всю ночь не пили, не ели. Вот, соответственно, организм готов восстановить потерянное. Итак, посмотрели на красивый коллаген. Посмотрите, он даже такой с поперечной исчерченностью, прям все четко. И посмотрите на нижнюю картинку, это денатурированный коллаген. Господа, это мы делаем на территории собственного организма при передозировке углеводов. Углеводы – это все, что не белок и все, что не жир. Именно поэтому, вроде бы, и тема какая-то белок, но мне она ни о чем не говорит, да, например, белок, может быть, и вам ни о чем не говорит, но мы просто для того, чтобы разобраться в нашем сложном внутреннем мире и понять, из чего строится здоровье, молодость и красота, вынуждены будем пройтись по белку, по жарам и по углеводам и составить себе рацион питания на самом деле. Так вот, человек, женщина, мужчина, которые съедают углеводов больше, чем могут сегодня сжечь на какие-то свои энергетические, биохимические нужды, они себя обрекают на ожирение, рост объемов и со временем они себя обрекают на то, что эти углеводы избыточные нападают, нападают на белки нашего тела. Конечно, больше всего под раздачу попадают белки в кровеносной системе, но концентрация углеводов, глюкозы, фруктозы и так далее в крови равна концентрации глюкозы в межклеточной жидкости, поэтому молекулы коллагена тоже попадают под раздачу. Воду через 2 часа после еды можно, когда уже пища провалилась. Видно, спрашивают, куда вода за весь день уходит. Частично уходит в унитаз, частично выпаривается вместе с потом, частично выдыхаете с выдыхаемым воздухом, мало ли куда она уходит. На самом деле нужно сделать так, чтобы она не покидала наши клеточки. Так вот, по передозировке углеводов. Я считаю, что это очень серьезная проблема у современного человека. Я когда смотрю статистику по сахарному диабету, она не радует. В общем, это вообще-то пандемия, которая охватывает весь мир. А для модниц и красавиц, таких как вы, я должна сказать, что есть такое понятие основные факторы, которые влияют на старение лица. Первый фактор – это ультрафиолетовая нагрузка. То есть вот сейчас из лета многие выйдут старше, чем входили, потому что не защищаются от ультрафиолета. А второй фактор – это передозировка углеводов. И этот фактор очень жестоко влияет и на молодость, и на здоровье, и на красоту. И ограничивает продолжительность жизни в здоровом теле. Это отдельная тема, не буду углубляться. Пятая идея. Пятая идея молодости. Девушки, мальчики, если вы остановите потерю кальция из костей, потерю воды из костей, потерю белка из костей, если вы прекратите расти в массе тела, потому что это тоже довольно серьезный, изнашивающий момент, вы, по вашей тогда походке и по осанке, не будет понятно, сколько вам лет. Кипяченую ли воду пить? Видите, какая активность по воде. Давайте мы сначала обязательно разберемся. У нас целый месяц будет разобраться с белком, а потом Татьяна, Анастасия, предложат вам тему по воде. На самом деле, потому что я, честно говоря, решила с сентября такой вот год открыть, чтобы по каждой вот этой жизненно важной теме мои слушатели получили стартовое образование. Вот так вот. Хорошо? То есть будет очень большой, серьезный разговор по воде в том числе. Так вот, по поводу остеопороза. Если вы заметили, что у вас изменилась походка, если вы заметили, что здесь что-то давит, там где-то трет, именно в костной системе, тут где-то что-то побаливает, и каждый день побаливает в новом месте это счастье, вот оно здоровье, каждый день болит, но в новом месте, то, скорее всего, это остеопороз. И задача сделать так, чтобы косточки были довольны, чтобы они были, знаете, вот как зеленый побег. Возьмите зеленый побег в ручке, прутик, зеленый прутик, и попытайтесь его сломать. Вы его уже измочалите, а сломать вы его не сможете, потому что в прутике много водички, ну и вот всех вот этих растительных компонентов он зеленый. А если этот прутик оставить в покое, подождать, пока он совсем высохнет, то вы с хрустом его поломаете. То же самое происходит с нашими костями. Когда вот эти ценные компоненты покидают кость, жди перелома шейки бедра. А теперь скажите мне, пожалуйста, есть такой персонаж в русских народных сказках. Это женщина с переломом шейки бедра, ходит с такой низкой клюкой, и я вам ее сегодня уже показывала. Это кто? Ну да, понимаете? То есть, фактически, когда мы с вами соблюдаем все вот эти вот пунктики, мы с вами избегаем симптомов йогизма. Ну это, нет такого термина, ну просто так придумали, да? Симптомы проявления йогизма. Так вот, перелом шейки бедра, баба-яга, костяная нога, это женщина с переломом шейки бедра. Она не знала, как предотвратить потерю кальция. Суточная доза кальция запишите 1000 мг в сутки, если у вас есть месячный. Если месячных нет, 1200 мг в сутки, потому что кальций с наступлениями на паузы белой рекой покидает организм женщины. Мужчины не так подвержены остеопорозу, хотя тоже бывает, и походки у них тоже меняются, и осанки у них тоже меняются. Точно так же, как у женщин. Значит, кто там уже нашел ссылочку на подарок, уже отправляли, там три статьи. Первая по фитопрогестеронам, почитайте по коррекции гормонального фона. Вторая, не все йогурты одинаково полезны, не все формы кальция вообще нормально усваиваются. И там будет еще статья по осаночке. Ну, это такая вводная совсем чуть-чуть, все, что поместилось в этих трех статьях, а это очень серьезные и большие темы. Обязательно, ну, посмотрите. По поводу остеопороза, вот такие ручки на самом деле, это тоже остеопороз, остеоартроз, руки-крюки, горб. Вот это тоже проявление возраста. Если ухаживать за костной тканью, если не терять костную массу, то тогда просто такие вопросы и вообще не возникнут. Ну и, конечно, ну, знаете, стоматологи почему-то не признают, что вот такие изменения, парадонтит, парадонтоз, как на втором слайде, что это системный остеопороз, который добрался до альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти. Не признают и пусть не признают. А мы с вами знаем, что очень, это, ну, фактически не надо быть семипядей во лбу и заканчивать медицинский университет, чтобы догадаться. Это общее явление, которое происходит со всей костной тканью. И если в молодости, если в молодости, смотрите, как хорошо облегают десна ткань зуба, как все красиво, и можно улыбаться на все 32, то с возрастом верхняя челюсть как бы десна вверх, на нижней челюсти десна вниз, происходит вот воспаление эти периодонтальные карманы и самое неприятное, оголяются шейки зубов. И кажется, что зуб длиннее. Да он не длиннее, просто он раньше в лунке сидел. Да, вот наросты, на фалангах, на косточках пальцев. Это остеофиты. Ваня, кальций сидит-сидит себе в костях, а если организм человека сильно-сильно закисляется, я уж не поставила сюда дополнительно, закисление внутренних сред, это тоже старение. Чем мы кислее ППАЖ внутренних сред, тем мы в зоне старости находимся. Из зоны старости нужно выходить. Это тоже информация, которую буду давать, но не на этом курсе, а уже на следующем. Сначала нужно, знаете, освоить белок, потому что жизнь не из формы существования белковых тел. Так вот, кальций сидит в этих косточках, сидит, а если сильно-сильно закислились внутренние среды, вы знаете, как доброволец выходит из костей, чтобы погасить вот этот кислотный пожар. В это время он превращается в соль кальция, и эта соль кальция пытается вернуться на место, а эта соль кальция уже не так хорошо растворима, как илонный кальция. Поэтому возникают вот такие вот наросты, не только на фалангах ручек, но также шейный остеохондроз, поясничный, грудной остеохондроз, шпоры пяточные и так далее. Шейки зубов даже у молодых, не и у молодых оголяются, а даже у молодых оголяются, потому что, вы знаете, никто не учит, вот в каких продуктах питания есть кальций, даже если человек это дело понимает, сейчас такие продукты питания, что там кальция, железо, магния, днем с огнем не найдешь, потому что это не продукты питания, а пищеподобные субстанции. То есть еда поменялась, а мы до сих пор думаем, что все необходимое есть в пище. Да, и зубы. Кстати говоря, Оксана абсолютно права. Мне было лет 10, когда мой дедушка так восхитился какой-то передачей, вот вообще восхитился передачей, в этой передаче учили чистить зубы, вот как положено. Сначала сверху вниз, потом снизу вверх, потом там изнутри. Вот это движение самое неправильное. И он так восхитился, что он прям у всех проверил, как семья чистит зубы. А так как мне было 10 лет, все остальные от него отмахнулись, а я не отмахнулась. И я стала чистить правильно. Это вошло в привычку. Никакого камня нет. Вот никакого. Да, от красного, выметающими движениями. Оксана, вот реально, я просто не могу это забыть. Почему соль кальция возвращается на место, а ее оттуда вызвали, там ее дом. Ортодонт. Ой, Оксаночка, здорово. Еще, еще. Смотрите, если из альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти кальция вымывается, так он вымывается и из нижней челюсти, вот та, которая желтеньким подчеркнута, и из лицевого черепа, и из мозгового черепа, отовсюду, не только из шейки бедра. Понимаете? Соответственно, как это понять? Как это понять? Выметающими движениями, как метелочка, от красной, от десны, от красного к белому, да? Как пополнить? Как пополнить? Посмотрите статью, Лариса. У меня сейчас просто нет времени дать еще большое количество информации по кальцию, я просто вам так скажу. Я стараюсь есть продукты, содержащие кальций, но я точно знаю, что современный человек может взять 300-500 миллиграмм кальция из 1000-1200 возможных. Поэтому я беру кальций еще дополнительно, из таблеточек. Только, я еще раз повторяю, не все формы кальция одинаково полезны, поэтому аналитическая статья насчет усвоения форм кальция. Так вот, теперь, девушки, эстетика. Кого интересует эстетика лица? Меня, например, очень сильно интересует эстетика лица, поэтому я четко понимаю, что если взять даже просто нижнюю челюсть, вот, которая желтеньким подчеркнута, с возрастом кальций вымывается, белок теряется, вода теряется, костная масса теряется, и если первый череп молодой, второй старый. Если у молодого черепа большая высота нижней челюсти, то у старого, посмотрите, меньше. Ширина ветви больше у молодого, меньше у старого. Вот такая вот вещь. И представьте, на эту рамочку натягиваются вот эти вот мягкие ткани. Если рамочка широкая, хорошо натягивается, никаких висючек. А если рамочка потеряла свою ширину, то, ну, как бы висючки. Ох, как мы не любим висючки! Мы готовы их оперировать, но мы не готовы восстановить плотность костной массы. Это очень выгодно работать на причину, а не на следствие. Поэтому костную массу без белка не восстановить. Ну, вот, собственно говоря, вот такая история. Ну, и мышца. Мышечная ткань. Мы по костной ткани с вами проехались, а теперь по мышечной ткани. Это, ну, просто вот уже, я не знаю, я уже могу сказать, мой знакомый Джефри Лайф, потому что я вечно его популяризирую. На самом деле, это популяризатор знаний о здоровой жизни, о здоровом питании, о здоровом способе жизни. Человек, который осознался в 57 лет, и посмотрите, какой он классный в 72. На примере этого снимка я вам говорю одну такую фундаментальную вещь. Фактически, когда мы с вами будем заниматься белком, мы будем с вами делать так, чтобы выиграла белковая ткань или белковая составляющая нашего тела. Либо мышцы выигрывают, жир тогда проигрывает. Либо, если мышцы не выигрывают, тогда жир выигрывает. И мышца – это очень отзывчивый орган. Как только вы начинаете ее кормить, поить и нагружать, то есть ею пользоваться, она сразу-сразу идет в рост. Она вообще просто невероятно отзывчивый орган. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы сейчас посчитаем суточную дозу белка, поотвечая на какие-то ваши вопросики. Это седьмая история. Как сохранить молодость и как не вступить на территорию старости. Метаболический синдром. Господа, 70% населения земного шара, которые живут в развитых и условно развитых странах, будем себя к развитым странам относить. Ну, в смысле, у нас нет недостатка, у нас нет голода, да? То есть, вот как, например, в некоторых странах, в Африке и так далее. То есть, у нас есть супермаркеты, в супермаркетах есть все. Так вот, 70% людей, которые населяют эти страны, они влетают в метаболический синдром и умирают от осложнений метаболического синдрома. Это ведущая причина смерти. Что такое метаболический синдром? Давайте поиграем. Как вы думаете, уважаемые дамы и господа, кто ощущает, что у вас есть лишняя масса тела? В 25 лет вы весили меньше, чем сейчас. Пожалуйста, плюсики в чат. Пожалуйста, плюсики в чат. Кто понимает, что в 20... Да, один плюсик. Давайте, чтобы я не запуталась. Один плюсик. Ну, или... Ну, что там ощущать, да? Понятно. Есть отклик. Марина, нет. Будет, будет запись. Все время, да? Есть. Господа, а теперь вот кто поставил плюсики, кто поставил плюсики, поставьте мне, пожалуйста, два плюсика в чат, у кого сочетание и высокая масса тела и начало расти артериальное давление. Есть такое дело? Два плюсика. Первый плюсик за то, что высокая масса тела, а второй плюсик еще и давление. Есть такое дело. Посмотрите, да? Вот есть, да. Вроде бы не так много людей, да? Меньше. Пока давление все-таки низкое. Аля, пусть будет так вот. Вот пусть будет, да? Высокое давление, уважаемые дамы и господа, это... Ну, представьте, мы же гидравлические с вами существа. Если бы нас гидравлики рассматривали, ученые, тут все понятно. Сердце под определенным давлением гоняет кровь по замкнутой системе кровеносных сосудов. Или скачет, да. А скачет тоже. Подходит два плюсика ставьте. Вот. Вот. Таскает эту кровь, это сердечко, да? Вот. И если оно это делает с артериальным давлением 120 в 60, ну, примерно, то кровеносные сосуды, конечно, изнашиваются. Внутренняя стеночка, там всего лишь один слой клеток, она очень нежная. Эта внутренняя стеночка называется интима кровеносных сосудов. Да, изнашивается. Но клеточки делятся и получается регенерация. То есть все в порядке. А если артериальное давление было всю жизнь 120, а стало 170, извините, это очень мощная нагрузка. Эта кровеносная стеночка, она изнашивается и не успевает восстанавливаться за счет нормального деления клеток. И вот это уже чревато чем? Чем? Разрушением. Но в кровеносных сосудах изнутри не может быть никакого разрушения, потому что чуть что так сразу тромбоз. Поэтому нам нужно как-то с вами придумать, чем бы вот эти вот рытвинки, неровности, разрушения, чем бы зашпатлевать. Вот как вы думаете? Вот так вот замазать, чтобы там не было вот этих вот неровностей. Чем? У кого есть какие варианты? Чего так много в крови, что им можно? Холестерин. Во! Понимаете, вот потом уже присаживается холестерин на стенке кровеносного сосуда и соответственно сначала просто высокое артериальное давление, а потом атеросклероз, инсульт, инфаркт. Понимаете, как это все идет? Ну и третий признак, давайте три плюсика ставьте мне, пожалуйста. Если высокая масса тела, если высокое или скачащее артериальное давление и есть бушующие сахара, сахарный диабет второго типа. Три плюсика. Кто собрал все три пазла метаболического синдрома? Есть? Ну, к сожалению, знаю много таких людей. Да, Галина, вот такая вот вещь. Девушки, мальчики, не заходите в метаболический синдром. Если залезли в метаболический синдром, знаете, одной ногой это высокая масса тела, второй ногой это еще и давление. И уже и рукой залезли, да, вот, одной, это уже вы въехали в этот метаболический синдром. Да, давайте срочно останавливаться и вылазить оттуда. Мы все можем, мы имеем тысячи тел, просто нам нужно время на простройку этого нашего замечательного красивого дома. Но для этого надо много всего усвоить. И белок это не единственное, но начнем обязательно с белка, потому что я не знаю, как без него, ну, как бы, я скажу так, без понимания белковой компоненты собственного тела, ну, я не знаю, как. Получится, конечно, но не знаю, как. Отдельная тема это самозагрязнение организма. Дело в том, что наши клетки не просто валяются в пространстве, они живут в реке. В бурной речке, чистенькой, но у некоторых она уже не чистенькая, а вот такая. Хотели бы вы жить на берегу такой живописной реки? Какая масса высокая, процент нормального считать? Ирочка, посчитаем, вот посчитаем, но уже не сейчас. Вот, на самом деле ткань может выглядеть по-разному. Есть ткань, которая, знаете, свеженькая, и вот девчонка молодая, она может даже и не симпатичная, и не уметь себя вести, но она какая-то свеженькая, личико свеженькая, и все тут с ней хорошо, понимаете? А барышня, которая уже умеет за собой ухаживать, она может быть очень ухоженная, но вот ухоженность и свежесть, молодость, это по-прежнему разные вещи. А на самом деле все в том числе зависит от того, в каком настроении ваша клетка просыпается, что у нее за окном и в каком настроении она засыпает, понимаете? И что у нее сегодня на завтрак, на обед и ужин, сколько у нее сегодня воды. В общем, вот так вот, если относиться к себе, то можно, конечно, построить филигранное, выстроить свое тело. Есть понятие о степенях загрязнения организма, наука гомотоксикология, и мы тоже рано или поздно, так или иначе, дойдем в ту сторону, потому что, напоминаю, я тут очень серьезно настроена, я думаю, что мы за год с вами пройдем большое количество тем, но начинаем мы с самого глобального под названием белок. Нарушение осанки. Многие девчонки, которые уже и то поняли, и то поняли, и все поняли, например, вот по материалам того, по материалам того, что я вам буду давать на курсе по белку, я за две недели вернулась в объемы своего 25-летия. Я тоже начала расползаться, но просто я как только начала расползаться, ну, не знаю, год я в расползшемся состоянии походила, потом думаю, да елки-палки, это не случайность. И вот я сделала те замечательные расчеты, которые мы будем с вами делать на курсе, и вы знаете, у меня получилось за две недели сдуться. И я сдулась, но все равно выглядела как вторая барышня. То что-то вот смотрю, платья не сидят, в общем, как-то вот уже и по объемам ничего так нормально, и масса тела как в 25-летие, но в 20-25 все сидело, и там на фотографиях все классно, а сейчас что-то никак. А потом догадалась, осанка, осанка. Ну, я читаю много на самом деле материала по осанке, и кто хотел, уже, может быть, и приобрел курс, там антихолка называется, вот это тоже мы будем с вами с этим работать, но сначала, если в организме есть глобальный недостаток белка, нет просто даже энергии мышцам держать осанку тела. Поэтому сначала накормить, напоить, спать, положить, что там еще? Как баба-яга, доброго молодца, накормить, напоить, спать, положить, вот, баньку, да, баньку истопить, а потом дело требовать, а потом дело требуется. Ну, и, наконец, такая вот идея, она не идея, я ее срисовала со своей мамой. Она мне говорит, Лен, что ты хочешь от старой больной женщины? Я аж поперхнулась. Я говорю, мама, это мне говорит 60-летняя женщина, молодая 60-летняя женщина, которая шикарно выглядит. Я говорю, мам, как ты вообще? Это ты думаешь, что ты пошутила? А потом я стала замечать, что она не шутит. Понимаете, у нас есть какая-то память, какая-то память предыдущих поколений. Кто со мной согласится, а кто со мной не согласится? Что, ну, вот наши бабушки в 60 выглядели несколько хуже, чем мы с вами, наше поколение, выглядит, ну, не в 60, давайте, кому сколько лет? Попытайтесь вспомнить свою или маму, или бабушку в эти годы. Вот. И мне кажется, что мы в эти же самые годы выглядим как-то немножко лучше. Морщины появляются, когда худеешь неправильно, Лариса, допишите. Когда худеешь без белка, вот тогда точно, да. Да, вот, вот я согласна. То есть, это говорит о том, уважаемые дамы и господа, что мы не так много пашем, хотя всегда волнуемся на эту тему, что мы не успеваем жить, что у нас легче жизнь. Посмотрите-ка, раньше надо было проснуться, затопить печь, притарабанить воды, вот, и так далее. А сейчас просыпаешься, включил кондиционер, включил обогреватель, везде вода, два стояка в доме, да, все нормально. Меньше вот этой вот изнуряющей физической нагрузки. И главное, у нас с вами есть время для того, чтобы пособирать какие-то крупицы информации, что-то на себе проэкспериментировать. То есть, женщины сейчас выглядят вообще, я не могу иногда определить возраст. Смотрю по разговору, взрослая женщина, опытная женщина, мудрая женщина, а сколько ей лет? Женщина без возраста, понимаете? Так вот, уважаемые дамы и господа, мы только думаем, что мы шутим, когда мы говорим такие фразы. Старая уже по мужикам бегает, несите их всех сюда, да? Ну, это шутливая фраза, но все-таки. Вот, это мы только думаем, что мы шутим. На самом деле, для нашего подсознания это не шутка. Есть такое понятие подсознание. Представьте себе, айсберг, только 10% ледяной глыбы над водой, а 90% под водой. И почему так мореплаватели боятся айсберг, да? Потому что его основная глыба под водой. Так вот, это подсознание 90% вообще, 10% сознания, 90% подсознания. оно глупенькое, как ребенок. То есть, оно без какого-то жизненного опыта. Это сознание нарабатывает жизненный опыт, а подсознание, ну, как-то вот, не социум реагирует. Поэтому, вот, что ему скажешь, ну, только ему надо говорить часто, и вот одно и то же. Так оно и поймет. Например, если говорить постоянно, у меня тут нет моей дежурной кружечки, но у меня на кружечке, на моей, есть у меня такая дежурная кружечка прозрачная, написано «Моя аффирмация». Можете себе записать. «Каждый день я просыпаюсь младше, чем вчера». Девчонки, представляете, невероятно! А у вас также, девушки, я просыпаюсь, представьте, вот сегодня четверг, да, я проснулась в четверг младше, чем я проснулась в среду. Вообще невероятно! И так каждый день со мной происходит. Вот это чудо со мной происходит каждый день. Чтоб не забывать, я это все написала от руки, не надо ничего печатать. А напишите это своей рукой, просто на бумажке, прилепите к своей любимой чашке, из которой вы пьете стакан воды утром и прискочите. Просто сделайте скотчем вот эту вот наклеечку. Я ее мою, эту кружку, она там уже где-то там прошла туда вода, может быть, стоит поменять. Но оно работает и работает. А у кого есть еще какие аффирмации? нам себя нужно убедить в том, что с каждым годом мы все младше и младше. Это самое основное по психосоматике. У кого еще какая аффирмация, смело пишите. Потому что вот эту аффирмацию мы не можем оставить. если нет ваших аффирмаций, запишите мою прямо сейчас на бумажке. Оторвите, как получается и сразу заскочевывайте. Младше можно моложе. Можно моложе. Мне всегда 26. Смотрите, знаете, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Иногда есть вещи, в которые вот мы их декларировали, но не верим. Поэтому очень-очень классно работают такие фразы «все лучше и лучше», «все младше и младше», «все моложе и моложе», «все богаче и богаче», «все счастливее и счастливее». Вот такие как бы для подсознания ну вот как-то оно очень классно работает. С каждым днем я каждый день просыпаюсь на день моложе, чем вчера. Я каждый день просыпаюсь на день моложе, чем вчера. Вроде бы я сегодня должна быть старше, а на самом деле, видите, все наоборот. Счастье, нам вставать пора, говори себе с утра. Да, напишите и на зеркало. Проснулись, недоспали, что-то не так. Смотрите, счастье, счастье, нам вставать пора. И улыбка сразу, и улыбка сразу, да? Хорошо. Ну что, девушки, теперь по поводу, да, знаете, с чего начались мои искания? Вот это вот бразильская бабушка. На фотографии Патриция, бразильская бабушка, которая участвует в конкурсе бразильских бабушек, и ей 54 года. В этот конкурс пускают только женщин, которые имеют внуков или внучек. Какая же я красивая, кого же я сегодня достанусь? Отлично, Ольга, благодарю. Да, так вот, первое занятие. Первое занятие у нас с вами начнется 23 сентября. Это большой, серьезный проект. И первое занятие у нас старт 23 сентября. Это занятие будет по поводу основного пищевого компонента, который называется белок. Там, где мы, там победа. Хорошо. Так вот, мы рассмотрим на первом занятии, как расшевелить свою ферментативную систему. У Патриции, наверное, классно работающая ферментативная система. Посмотрите на тургор ее кожи, посмотрите, как хорошо простроенная мышечная система и какая у нее осанка. Ну, как бы шикарная грудная клетка, конечно, да. Но в Бразилии, боже, там же карнавалы. То есть это барышни, которые, видимо, задействованы в том числе и там, да. Мне 42. Мне пока не 54. Я все... Мне даже страшно, честно говоря, думать, что там будет в 54. Но судя по тому, что я пытаюсь применять на себе все технологии молодости, я думаю, что все будет хорошо. А попка какая! Просто. Так вот, мы будем расшевеливать свою ферментативную систему. Мы будем понимать, как это делать. Мы будем повышать эффективность выделения токсинов из организма. Это тоже функция белка. Мы будем учиться строить все 100% гормонов. Мы обеспечим победу, безоговорочную победу мышечной ткани и полную капитуляцию жировой. Потому что либо из жира, либо из мышц. Выбирайте. И мы будем точно знать, чем накормить иммунитет. Сегодня об этом не сказала, но помните, что фагоцитоз, клетки, это же в том числе из белка состоят. И все антитела, они белковые. Также мы поймем, откуда брать белок. Есть растительные, есть животные источники. Мы посмотрим рейтинги по ценности и биодоступности. И определим индивидуальную норму потребления. Кто не пойдет на занятия, сразу пишите. 1 грамм на каждый килограмм массы тела, это для девочек. Вот сколько вы везете? Я вешу 60. Значит, я 60 грамм должна усвоить. Все очень просто. Мальчики. Есть же у нас мальчики. 1,2 на каждый килограмм массы тела. 1,2 грамма белка на каждый килограмм массы тела. Это мальчикам. Это усвоить. Кто меня понял, напишите. Усвоить. И сколько? Я разберусь тогда, чтобы вы меня поняли. Сколько весите, столько в граммах нужно усвоить. Поехали. Сейчас просто дальше будем считать. Вы не думайте, что я просто так. Что-то от вас хочу. О, есть такое дело. Классно вам, Наташа? Боже, какие все худенькие и стройненькие. Да-да-да. Да-да-да. Да. Хорошо. А теперь, так как не все доперевариваем и не все продукты питания, из них можно избить белок на самом деле, то съесть и усвоить разные вещи. Вот к этой циферке не сразу. Сначала мы должны выйти на вот эту цифру, которую усвоить, усвоить надо, и научиться с ней жить, строго отслеживая полное допереваривание. А потом мы добавляем к ней 50%. Да-да, точно. А потом мы добавляем к ней 50% и выходим уже на следующий этап игры. На следующий этап игры. Но тогда уже я вам буду говорить, что еще нужно делать с телом, потому что без физической нагрузки и воды рост мышечной массы нереален. Не поняла. Вот если 51 вам нужно усвоить, то съесть 51 плюс половинка. В вашем случае 51 плюс 25. 76 грамм белка нужно съесть. Тогда из этих продуктов вы усвоите как раз 50 грамм. Не все усваивается, не все допереваривается, не все в принципе можно усвоить. Это первое занятие. Второе занятие. Мы поработаем настоящими диетологами, только не будем считать калории. Я вам обещаю. Это будет интересно. И вы, каждый из вас, увидит свой глюк. Почему растут объемы. Вот у Саманты, 51-летней женщины, бразильской бабушки, видимо с этих проблем нет. Посмотрите, какое простроенное тело. Нет ни целлюлитика, ничего лишнего. Мы будем с вами составлять тарелку. Сам себе диетолог. Сколько надо белка, чтобы не стареть, не дряхлить, не болеть. Чтобы с каждым годом чувствовать себя лучше и выглядеть на все 100% и жить до 100 лет. Вы узнаете, сколько белка содержится в ваших любимых продуктах. Это нужно узнать. Посчитайте свой рацион. Что на завтрак, что на обед, что на ужин. Нужны ли перекусы. Работы очень много. Но я думаю, что это упражнение, это то, что позволит вам, знаете, не доверять слепо. Где-то рекламе. Вот один диетолог сказал, вот один нутрициолог подтвердил. Нет. Вы будете знать точно для себя, какой продукт да, какой продукт нет и в каком объеме. И у нас будет третье занятие. Третье занятие по доперевариванию пищи. Потому что, если вы недоперевариваете, это ведущая причина старения. Вот так увядает, вот так затормаживается обменный процесс. Тогда переваривайте или недопереваривайте. Как научиться допереваривать? И я вам расскажу, что недопереваренная пища, это прямой выход в аллергии. Сейчас просто вот никто не знает, что с этим делать, с этими аллергиями. И аутоиммунные болезни. Каждая третья женщина имеет почти убитую щитовидную железу в связи с аутоиммунным тироэдитом. А это в том числе недопереваренная пища. Разберемся, когда и какие нужны ферменты, как их подобрать. И как уговорить свою поджелудочную железу, чтобы она работала как в 25 лет. И я вам хочу представить свою подругу Любочка. Она использует все технологии молодости. И вы видите, как... Это уже не бразильская бабушка. Это вот, кстати говоря, молодая бабушка. Ее внучке год... Один месяц. Просто новоиспеченная бабушка. Вот видите, в одном ракурсе мне очень понравились ее фотографии. Есть уже и современная фотография. Но здесь очень-очень видна разница. 2008 год. И, казалось бы, она должна быть старше в 13-м. Ничего подобного. Посмотрите, какая молодая женщина. Эта женщина вышла замуж в районе 49 лет. А вот и сейчас вот бурная личная жизнь. И внуки и так далее. Сколько лет сейчас? Наверное, 50. Где-то 51 вот так. Я не знаю. Вот. Как Саманта выглядит. Молодец, молодец. Ну, вот такая вот история, девушки. 23 сентября мы стартуем. У нас название проекта будет, проект называется «Живи до 100 с удовольствием». И начало, вот я вас приглашаю на начало этого проекта. Это месяц будет посвящен коррекции белка в рационе человека. Ну и все, вот все, что я рассказала, все получите. Я вас не отпущу без отвеченных вопросов. Где будет занятие? Занятие мы знакомимся со всеми слушательницами в скайпе, если это позволяет объем. А потом на теорию идем в вебинарную комнату. Там делаем все, 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 все расчеты, расчеты. И, конечно, сколько нужно, если нужна будет какая-то личная консультация, что-то кто-то не понял. Ну, то есть я стремлюсь работать до полного отсутствия вопросов. По теме, по теме. Ну что, сложно? Слона скушаем по кусочку. Кусочков много, слон большой. Я вам сегодня только 10 кусочков истории про как развивать молодость рассказала. Их чуть-чуть больше, но мы обязательно с вами справимся. Огромная благодарность организаторам, Танечка. Вот просто спасибо от всей души и низкий поклон. Вот, Настя, хорошего почина. Вот, и я очень рада за Настю. Это для нее вот просто сегодня старт. Я предлагаю вот похлопать. Я очень рада, что проект пошел. Можно про углеводы. Овсянка полезна? Смотрите, не все йогурты одинаково полезны. Не устаю повторять, да. Посмотрите на свою овсянку. Потому что овсянки бывают разные. Овсянки бывают такие, что там углеводов, ну просто, ну невероятное количество. Смотрите, сколько углеводов в этой овсянке. Потому что туда же можно добавить сахар, туда можно добавить какие-то сухофрукты, туда можно изюм добавить. И получается завтрак, который фитнес-завтрак, съел и быстренько иди сжигай на фитнес. Хорошо. Все, спасибо за внимание. Очень рада была с вами пообщаться. Такая очень классная, теплая и интеллектуальная аудитория. До свидания. Продолжение следует... Леночка, огромное спасибо. Огромная благодарность. Я хочу сказать вот очень искренне, что я, например, очень уважаю здоровый образ жизни. И Лена является одним из любимых моих спикеров. Объясню почему. Потому что она очень понятно и доходчиво рассказывает очень сложные вопросы. Потому что у нас сейчас на самом деле развелось очень... Ну, может, слово не очень красивое развелось, но очень много специалистов, да, по здоровому питанию, по здоровому образу жизни. Это сейчас, слава Богу, очень модно. Это замечательно. Но я, например, со своей стороны слушаю очень много таких мастеров. И не всегда мне вот все понятно и ясно. Кроме того, Елена своим примером показывает, насколько она прекрасно выглядит, насколько у нее хорошее состояние, насколько у нее прекрасное настроение. Потому что вы сами знаете, что у нас иногда выступают спикеры, которые говорят о красоте молодости, но почему-то выступают по фотографии. Честно говоря, мне тоже это всегда интересно, потому что внешность мастера, тем более, если он вещает на такую тему, это очень важно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот, вижу, читаю ваши оуны, да, низкий поклон за встречу. Спасибо Елене за то, что она до нас доносит вот такие ясные и нужные вещи. Настюш, кидай ссылку на тренинг, мы сейчас еще подробнее об этом расскажем, потому что я очень хочу, чтобы вы начали с сентября, вот вступили в проект Елене, о котором она сегодня рассказала, потому что, к сожалению, нас не учат, да, нас учат математики, нас учат еще каким-то предметом физико-химия, которые, в общем-то, в жизни нам очень часто не бывают особо сильно полезными. Но вот наука здоровья, о том, как мы должны правильно питаться, о том, как мы правильно должны нагружать себя какими-то нагрузками, о том, как правильно мы должны пить водички, нам никто об этом не рассказывает. Поэтому некоторые женщины в 60, даже и в 50 лет, Лена говорила в 60, я знаю такие женщины, которые в 50 лет называют себя старыми и больными. И вы знаете, что самое страшное, что они так и выглядят, потому что как мы себя чувствуем, так мы и выглядим. Не зря Лена сегодня сказала про аффирмацию, потому что то наши мысли, они также помимо того, что диета, белок и все остальное огромное влияние оказывают, наши мысли оказывают мнение важное. Поэтому прежде всего прямо сейчас посмотрите на себя в зеркало и скажите, что вы самая молодая, красивая женщина. И начните, уступайте к проекту Елене и начинайте прямо с сентября работать над собой. Да, Оксан, 5 900 рублей за 3 занятия. Занятия эти очень серьезные. Той информации, которая будет на этих занятиях, вы нигде не найдете. То, как Лена все это рассказывает, вам никто не расскажет, кроме того, как она сказала, даже, возможно, какие-то личные консультации, если что-то вам не будет понятно. Та информация, которую вы получите на этом тренинге, может изменить ваш возраст, может изменить ваше здоровье, может вылечить многие ваши заболевания, может изменить ваше самоощущение. Это очень важно. И эти деньги, которые вы платите, абсолютно ничто по сравнению с тем, что вы получаете. Вы знаете, что у нас сейчас во многих космологических центрах берут не менее тысячи, а чаще всего это 3-5 тысяч за одну какую-то процедуру. Лена, вам сейчас, не сейчас, а на тренинге, да, осознания, которые могут изменить не только ваша внешность, да, но и ваши внутренности. Поэтому, друзья, отнеситесь к этой информации серьезно. Я знаю, что очень много людей, к сожалению, очень относятся не, как это слово подобрать, внимательно, наверное, к своему здоровью и к питанию. Не могу сказать, друзья, что уж мы в 21 веке должны понимать, что если мы хотим в жизни чего-то достичь и как можно больше радоваться жизни и подарить радости своим детям, своей семье, уж все-таки мы должны как-то за собой ухаживать, любить себя и вот эту вот науку о здоровье постигать. Тем более, что сейчас об этом много говорят. Я знаю, что очень многие люди не выполняют элементарного. Но если вы знаете, что вы ленивый человек, то вы слушаете, но ничего не делаете, наверное, безалаберно. Оксан, замечательное слово. А, наверное, вам не стоит на это принимать идти, потому что, я, вы знаете, очень многие организаторы говорят, что если вы еще не решились, если вы еще раздумываете, делаете заказ, это к вам ничего, ни к чему не обязывает. Обязывает, друзья. Поэтому я очень прошу вас, делайте заказ, если вы понимаете, что вы хотите, что вы будете делать, что вы будете работать, что вы готовы пойти на этот тренинг. Только в этом случае делайте заказ. Если вы не собираетесь этого делать, не надо делать заказ, потому что вы тратите наше время, мы пишем вам письма, мы звоним вам. И когда поднимают руки, говорят, да, я не собиралась, нет у меня денег, или там, мне не нужен этот товар. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем мы с вами все взрослые люди, и не будем тратить друг друга время. Елена сегодня пришла, и вот практически полтора часа по возможности дала вам нужную и полезную информацию, но для тех, кто готов работать над собой, кто готов быть красивыми и молодыми, то, пожалуйста, приглашаем на тренинг. Спасибо.